Внимание! Лицам возрасте 13 лет и младше просмотр запрещен. Все совпадения с реальными людьми или событиями случайны. Видео возможно употребление нецензурной лексики и бла-бла-бла-бла-бла. Вы меня поняли. Короче, всем хорошего настроения и приятного просмотра. Всем здарова, народ, с вами Поляк. Сегодня обзор на фигурку, помощью которой я дико засрал. Потому что это было гребанное первое впечатление и оно оказалось неправильным. А уже распробовав эту фишку, я понял, что это не такое же говно, которое мне казалось изначально. Сегодня обзор на фигурку Transformers Generations. Deluxe Armada Starscream, токаровская версия. Как всегда, начинаем с макулатуры. Это инструкция и ничего она из себя особо не представляет. Стандартная инструкция Hasbro Takara в те годы. Начнем с альтмода. Альтмод Starscream'а, понятное дело, самолет. Он хороший, он без каких-либо полностью отверстий, сквозных и так далее. Единственное, что снизу вы видите гону Starscream'а, которая немножко выглядывает. Ну а сзади вы видите его труханы. Кстати, если обратить внимание на оригинальную игрушку по Армаде, то она выглядит более правильно. То есть у него руки торчали впереди. Здесь же произошел небольшой редизайн. Руки спрятали под крылья. Плохо ли это? Нет, я совсем так не считаю, потому что так модель самолета выглядит намного целостнее. Да, не канон, но не об этом речь. В общем и целом за альтмод я однозначно ставлю плюсик. Также убрали гиммик, суть которого заключается в том, что одно крыло превращалось в меч. Теперь у нас нет этого меча крыла, у нас есть два отдельных меча. Они сделаны из полнопрозрачного оранжевого пластика. Хочется задать вопрос, почему они полностью сделаны из полнопрозрачного пластика. Лично я считаю, было бы не лишним сделать лезвие только полнопрозрачным, а все остальное было бы в цвет Старскрима. В отличие от типичных хасбургских токаровских навесов оружия на альтмод, по типу пушка на крышу автомобиля и так далее, здесь все смотрится достаточно наконично. Эти мечи в сложенном виде являются прямым продолжением крыла, и в альтмоде не так заметны. А, кстати, в альтмоде у Старскрима есть гиммик со встрелищейся пульками из его, назовем так, турбин. Но только что-то левая сторона у моей копии стреляет, ведь никак она не стреляет. Я уж смотрел, может что там не так, может что-то мешает, нет, все в порядке, а правая сторона стреляет просто замечательно. Единственный у меня вопрос, который меня беспокоит, зачем они вот эти детали тоже сделали из полнопрозрачного оранжевого пластика? Почему не сделать цвет Старскрима? Даже если это лайтпайпинг, он все равно будет виден только в режиме самолета, и то, дай бог, на свету. Хотя, скорее всего, это используют для имитации якобы огня из турбин. Это тоже неплохая версия. Кстати, этот Старскрим до сих пор продается на Алиэкспрессе. Кто хочет его купить, это оригинальная фигурка Старскрима из серии Generations Deluxe класса, которая была выпущена в честь 30-летия франшизы. Мало того, он выпущен в честь 30-летия, так еще этот дизайн Старскрима запихнули в комиксы IDW. И задается два вопроса, нахуя, главное, зачем? А в целом-то и пофиг, почему бы и нет, дизайн хороший Старскрим тоже ничего, пусть будет. Ну и переходим к трансформации. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, турбинные пушки вы можете оставить как в каноничном варианте, в котором вы сможете использовать гиммик стрельбы, так и в варианте, который сделали Hasbro. В обоих случаях фигурка хорошо устойчива на своих двоих. И в начале этого отрезка было видно, как хреново пыгуется нос к основанию утомающая, ввиду того, что деталька, которая находится под носовой частью, это не пластиковая деталь, это полный пластик, полный резина. И что мы видим перед собой? Мы видим отличного армада Старскрима люкс-класса. Да, поляк поехал по фазе и он сходит с ума, потому что он чак от Hasbro, а такары хуево каких времен, называет охеренной, прям отличной фигуркой. Ну а что, давайте пройдемся по пунктам. Дизайн хороший, пропорции хорошие, цветовая гамма отличная, это неудивительно, потому что цветовая гамма такары всегда была лучше и приближеннее к той, что мы видели в самом сериале, нежели чем Hasbro. Единственное, у меня будет пара доебок, до внешнего вида этого Старскрима. Давайте сразу начистоту. Что с его головой? Почему она такая странная? Вроде и узкое лицо, но при этом голова очень широкая. Вроде и голова вытянутая, но лицо вообще квадратное. Господи, эта ебаная коробка меня преследует везде. Моргенштейн, давай ты не будешь этого. Давай, вылезай из головы. Твою-то мать, куда катится мир, блядь. Нет, я понимаю, что художники, рисовавшие сериал, всегда проебывались в пропорциях на тех или иных ракурсах. Это было, в принципе, всегда. Где-то голова более вытянутая, где-то голова не вытянутая, но широкая, где-то узкая. Ну, вы меня поняли. А тут, наверное, пришли к среднему минимуму. Ну, окей, пусть будет. В принципе, она не сильно бросается в глаза, но я почему-то сразу заметил, что голова немножечко странная. А вообще, больше меня смущает его подбородок, который тоже длинный. Ну, окей, это вообще просто личная моя доебка. Недочетом я это назвать не могу. Ну и второе, почему его хребет желтый? Может быть, потому что суставы в некоторых местах прокрашеными желтыми. Не, ну все равно, почему желтый? Почему не в цвет Старскрима? Я имею в виду, могли бы черным покрасить или еще чего-то. Но, в целом, это меня не сильно смущает. Это, опять же, моя глупая доебка, большинству которому на этом просто будет похуй. Кстати, на самом хребете присутствует некая детализация, и она, в принципе, нормальная. Ну и стандартный гиммик у Hasbro Takara, и вообще, в принципе, это стандартный гиммик, это Light Piping. Увидеть, как светятся глаза у Старскрима, вы сможете только, если сзади будет какой-нибудь источник света, ну или же, как я посветил фонариком. Но! Хочу отметить, что для меня это некий недочет. Объясню. У меня был пак Optimus Prime, где глаза были и прокрашены, и не прокрашены. Объясню, что это значит. Сам Light Piping, деталь глазницы, была покрашена в желтый цвет у Optimus, а окантовка была недокрашена, и, соответственно, при свечении светилась окантовка, но при этом его глаза были желтые. Мне так нравилось больше, не знаю, как остальным. Поговорим за подвижность. Голова поднимается, благодаря трансформации, высоко, и опускается вниз. Сама же голова на шарнире. Поворачивается в стороны, и очень жестко поворачивается, поэтому, поверьте на слово, она умеет на 360. Рука поднимается в сторону. Как вы видите, здесь есть продолжение руки, а вернее, как будто это его скелет. По идее, рука должна вращаться на 360 градусов, но крыло немного мешает. Вращение в плече. Сгиб в локте 90 градусов, и при элементе трансформации кисти сгибаются. Крылья тоже двигаются, они на шарнире. Нога поднимается вперед. Из-за пушек нога не может нормально подняться назад, но если пушку отогнуть, то она хорошо поднимется. Хороший шпагат. Вращение в бедре. Хороший сгиб в колене за счет пустот в ноге. Стопа тоже двигается, а пятка двигается отдельно. Также элемент трансформации. И что мы можем сказать? Отличная подвижность для такой фигурки. Не хватает только поворота в поясе, не более. Да, конечно, мы можем включить свои извращенные фантазии. Насчет стоп, насчет поворота кистей и так далее. Но оно вам надо. Ну что ж, пора переходить к итогам сегодняшнего обзора. Сказать плюсы и минусы. Ну и я выражу опять же свое субъективное мнение. Давайте по объективному. Ну, плюсы какие? В целом, неплохая покраска. Хороший дизайн, хорошие пропорции. Хороший альтмод и хороший робомод. И приемлемая, нормальная, прикольненькая, отличная подвижность. Да, как я много разных слов сказал, которые вообще могут по-разному что-то значить. Но не суть. Ну и также к плюсам можно отнести нормальное хранение оружия. К реальным минусам можно отнести то, что его торсик плохо крепится к хребету. Ну и мое личное наблюдение. Отнести это к минусам или недостатку решайте сами. Но я все-таки это озвучу. Так как эта фигурка не имеет ничего общего с гиммиком, с миниконом, который был у оригинальной фигурки армады Старскрима, то нахера были оставлены эти пеги, я не понимаю. Без этих пегов на руках и на пушках фигурка выглядела бы лучше. Хотелось бы к минусам отнести пустоты в руках, но это особенность построения фигурки. Пустоты в ногах, но это тоже особенность построения данного молда. А что отнести к минусам? А я отнесу к минусам лайтпайпинг. Вы уж извините меня. Несмотря на то, что это все-таки больше мое субъективное мнение, я это отнесу к объективности. Потому что лайтпайпинг на пушках вообще ненужная хрень. Ну, правда. Я не понимаю, зачем они его там сделали. Имитация огня? Не, это полный бред. Я просто пытался думать логикой токары. Ну и вместо этого лайтпайпинга в голове хотелось бы иметь лайтпайпинг с окантовкой. То есть прокрашенные глаза, но просвечивается окантовка этих глаз. Ну и мечи, полнопрозрачные полностью. Хотелось бы иметь на них какой-никакой докрас. То есть сам меч в каком-то цвете и только лезвие полупрозрачное. В заключении я хочу сказать, что фигурка вышла нормальной, хорошей, отличной. Лично я ее рекомендую. Я пока записывал обзор, играл все с ней, материал делал весь. Я так распробовал его. Так кайфанул с него, что даже куплю себе отдельно в коллекцию такого же, чтобы смотреть и получать эмоции. Блять, охуеть, я хочу купить чак. Что происходит. Ну на этом обзор мы заканчиваем. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Поляк. Всем до скорого, народ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok